Фаворитом еще до начала встречи была команда Сахалин. Однако наш футбольный клуб Благовещенска оказался крепким орешком и в первом тайме не дал соперникам атаковать. До 37-й минуты счет на табло был равным, но обводящий удар Александра Гоглуева из пределов штрафной пришелся в цель и принес первый гол команде гостей. Первый тайм ровный, хозяева меня приятно удивили, преимущества не было ни у одной команды. Честно говоря, я был приятно удивлен, достали на нам хлопот. Особенно первый тайм очень мобильно, нагло, дерзко по спортивному. Очень так серьезно. Я так понимаю, что есть опытные футболисты, есть молодые. Такой сплав опыта и молодости, я думаю, что он имеет место. Честно, я рад, что есть такая команда и хотелось бы видеть их тоже в профессиональном футболе. Футбольный клуб «Благовещенск» в мае выиграл Кубок Дальнего Востока среди любительских клубов. Именно эта победа дала шанс амурским футболистам сыграть сахалинской командой. По словам генерального директора «Благовещенска», с профессионалами наша команда встречается на поле впервые. Возможно, поэтому игра с первых минут была непредсказуемой. Конечно, чувствуется, что команда более подготовлена, что ребята серьезно готовятся к своему чемпионату. Видно, что люди заряжены, что, можно сказать, не в свое удовольствие играют, а живут футбольной жизнью, работают. Мы обычная любительская команда, поэтому у нас основная цель – все играют на энтузиазме. Я считаю, что это, конечно же, очень большой для нас опыт. Теперь мы видим уровень профессиональных команд. Есть к чему стремиться. Я думаю, многие ребята, поиграв на таком уровне, захотят где-то в дальнейшем продолжить свою жизнь в профессиональном футболе. Может быть, кто-то попробоваться куда-то захочет. Думаю, конечно, это хороший урок для всей нашей команды. Во втором тайме «Благовещенцы» пропустили еще два мяча. Первый на 68-й минуте и второй на 75-й. В итоге игра завершилась со счетом 3-0 в пользу Сахалина, если, конечно, не считать гол, который забил ворота гостей амурский болельщик. Так он решил поддержать наших футболистов. В ответ находчивый зритель получил овации всего стадиона. Кстати, несмотря на поражение, поклонники футбола остались довольны встречей обеих команд. Болел за ФК «Благовещенск», но, не знаю, расстроен немного. Думал, забьют наши. Хотя бы один гол. Ну, скромная игра. Вот так я скажу. Но сахалинцы были сильнее, я за них болела, и они молодцы. То есть вы счастливы? Да. Да. Сахалин – ес. Я сразу сказала, будет 3-0. Игра понравилась, но жаль, что проиграли. Хорошо отстояли, молодцы. Вратарь отлично отыграл. Ну, главное, что СССР будет 3-0. Так и было. За кого болели из наших игроков из команды «Благовещенск»? За «Корабельников» Максима. Следующий матч в рамках Кубка России пройдет 22 августа. Сахалин встретится с Иркутским «Зенитом». А вот какая команда станет победителем и завоюет главный Кубок страны – узнаем 26 мая 2019 года. Ростислав Азизов, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.